Сейчас я включил. Меня слышно? Тебя слышно. А меня? К несчастью тоже. А он точно собака? Не просто собака, он господин собака. Мы всех приветствуем, дорогие гости и подписчики нашего канала. С вами, как всегда, Сергей. Макс. И сегодня поговорим мы о Дамасках планировали вообще. Точно. Итак, друзья, пришло время назвать 11-го тайного участника нашего розыгрыша в честь девятилетия компании. Это нож Хонор Цезарь на старе S35VN с металлизированным карбоном на накладках на рукояти. Легкий, удобный, красивый, современный нож. Вот он-то станет тем самым... Одиннадцатым ножом. Да, ты говоришь, с вишенкой на торте из десяти ножей. Хонор Тирекс, который участвует в этом розыгрыше. И напомним про конкурс. В телеграм-канале Ножевые новости Ножикова проводится розыгрыш в честь девятилетия. Для участия необходимо подписаться на канал Ножевые новости Ножикова и на официальный канал Ножей Хонор. И нажать кнопку «Хочу нож». Дальше 31-го июля в розыгрыше беспощадный рандомайзер выбит один из победителей. Десять кандидатов на модель Тирекс. И самому везучему счастливчику достанется Цезарь. Собственно, попытаемся понять, что это такое. Что? Что это такое? Дамаск вообще? Какие у него достоинства? Какие недостатки? Разберем плюсы и минусы. Покажем, где он ныне применяется. Какие формы применения используют. Ну и в целом, наверное, обсудим, что для чего и имеет ли это место быть в нынешних реалиях. Для начала давайте дадим определение дамаску. Если грубо, это стали произготовлены методом кузнечной сварки. А если развернуто? То есть, если упрощать, берется, допустим, несколько металлических прутков из разного рода железных. Складывается, проковывается между собой. Снова складывается, снова проковывается. И так много-много раз. Конечный результат, то есть рисунок, который мы видим в дамаске, это результат травления. То есть готовое изделие травится и рисунок ярко появляется. Все самые слои металла. Речь идет, прежде всего, о диком дамаске, то есть том, на котором рисунок как-то не программируется. Вот он получится, какой он получится. Ну, в той или иной степени, да. Хотя это, наверное, реже сейчас встречается. Сейчас реже. Многие стараются все-таки персонализировать. Индивидализировать, это понятно. Свои вещи. Итак, давайте начнем все-таки, попробуем, будем одновременно и ругать, и хвалить. Попробуем определить какие-то недостатки и недостатки лета. Начнем с того, что дамаск, традиционный дамаск, уродистый дамаск, он ржавеет. Чаще всего, да? Ну, вообще, не чаще всего, а да. Потому что содержание углерода в стали, который применяется, большое. Если там нет никелевых вставок, ну, они там всего процент содержания довольно-таки маленькое. Так что, в основном, дамаск ржавеет. Если мы не говорим о нержодамасках, в основном, в большей массе компания Домастил. Ну, это уже немножко история про нержавеющие дамаски чуть позже. Итак, а недостаток лета? О чем нам говорит ржавление? Ржавление. То есть, высокий процент углерода. Он там есть. Если есть углерод, значит, хорошо принимает закалку. Значит, изделие потенциально неплохо должно заточку держать и быть достаточно твердым. Она его в целом воспринимает. И благодаря изготовлению ковки и тому прочему образуются дополнительные корбиты, благодаря чему ножик режется в целом. Да. Отдельно хочу сказать, что вот наше мнение, Сережа, частное, что традиционные дамаски закаливать более чем до, там, условных 56 единиц смысла не имеет. Максимум 58. Надо пояснить, почему. Ну, как стандартный углеродистый сталь, так как там нет хрома, либо его мало, режущие свойства начинают проявлять на меньших твердостях. И поэтому колить его на повышенные показатели нет смысла. То есть, обычный углеродистый сталь при 5-6 единицах будет также резаться и держать заточку, как и современная коррозионная стойка, но при твердости в 60. Большой, дамаск, крупный клиног, боуи. Здесь как раз, да, вот есть примерно дикого дамаска, но с некими поправками на... все-таки программируется, потому что слои немножко по-другому сделаны. Есть небольшие снежинки, если обратить внимание на них, помимо обычных вертикальных полос. Соответственно, многие производители, да, закаливают дамаск на большие показатели, там, в 63 единицах идет речь. Но, опять же, эти же производители потом говорят о том, что работать ножом надо аккуратно, не ронять, точить, потому что по факту мы получаем металлическое стекло, хотя раньше, ну, в целом так называются аморфные сплавы, порошки. Ну, мы в данном случае не в этом смысле используем термин, а именно по механическим свойствам, так сказать, колкости. Острый, колкий, и, может быть, да, царапает бутылку, как многие любят показывать. Ну, слушай, нет, нет, Серега сказал дело. Видимо, мы понимаем, что вот закалили, допустим, дамасский клинок до, там, 60 с чем-то единиц. Получили мы, там, по той же причине того же неравномерного распределения карбидов, в них здесь тверже, здесь мягче, в результате прибыли боковые нагрузки, он появился как тот самый стекло. Хруст, и сломался. Такое тоже может быть. Но если есть возможность придать те же самые нужные характеристики реза при более низких единицах, а значит, нет необходимости покупать более дорогое оборудование для тех механической обработки. Ну, на Крио дополнительный стоит. Делать Крио еще какая-то история. Закалить там до каких-то единиц доступных даже в условной мастерской средней руки и получить на выходе предмет, который будет хорошо работать, даже не будучи там перекаленным. Так что, я не думаю, что это недостаток. Это просто особенность конкретно дамаска. Ее надо учитывать. Ну, и производитель конкретно, который гонится за твердостью, нежели за рабочими характеристиками. Это больше маркетинг, вероятнее всего. Да, скорее всего. Мы можем сделать. Понятно, что можете. А вопрос в том, что конечный результат, это как, помните, хваленый ROX и ZDP, которые там 67 единиц за закалки. Класс, все. Ну, я вот видел, как они, не знаю, ударившись, а стакан или что-то просто раскалывались. И лопались, да. Да, да, это, простите, нож, который по тем временам стоил четверть миллиона. Ну, да, да, не бюджетная линейка моделей. Еще один из критериев Дамаска, да, это какой у нас там будет? Ну, я думаю, что она, сказать, неоднородность структуры и пояснение, что это такое. Ну, так как, да, стали у нас используются разные, есть проставки высокоуглерозистые, чтобы хоть как-то какую-то коррозионную стойкость ему придать. Это вот белые тона, те самые. Ввиду того, что рисунок у нас не самый мелкий чаще всего, то, значит, это нам дает понятие о том, что слои не так уж тщательно перемешаны. Средние, ну, говорили, да, слои, средние показали где-то не менее 400 слоев должно быть. Ну, для того, чтобы рисунок был более-менее мелкий. А более-менее мелкий, если мы увеличим количество слоев, рисунок измельчается и дойдет со временем до такого, что его будет не видно. С одной стороны, в таком исполнении Дамаск будет более однородный. Безусловно, многократная проковка. Вот, а чем крупнее рисунок, если это именно Дикий Дамаск, прочее, не мозаичное, ничего, тем, наверное, ну, то есть это показывает то, что слоев там меньше, и, соответственно, неоднородность рючащей кромки будет. Больше. Соответственно, так как она неоднородная, режущих элементов вот этих корбидов на кромке будет неодинаковое количество распределено, распределено они будут очагами. То есть здесь больше, тут вообще может не быть. Это сказывается на работе. То есть какая-то мягкая часть загибаться будет быстрее. За одно время это как раз в Дамасках оценили, то, что получали ту самую пословитую микропилу. Что мягкие элементы загибались, оставлялись твердые корбиды на режущей кромке. Агрессивность реза. Они же украшивались тем же. В то же время, да, не украшивались. По некоторым данным это влияет очень сильно на заточку. Есть одно из мнений, что при заточке Дамаска движение ножа должно идти не на брусок, как мы точим обычный, а наоборот от режущей кромки, от бруска. Чтобы не загнуть мягкие слои металла, которые выходят на режущую кромку. Если будем точить в эту сторону, можем перекрыть режущий слой тонким слоем мягкого металла и нож вообще перестанет резать. Честно, вживую такой теории ни разу не видел. На практике тоже ничего подобного не встречается. Но встречал в интернете, то есть, да, неоднократно. Неоднородность структуры, неоднородное распределение корбиды в целом в пакете, особенно если мы говорим о некачественном изделии, может вести к тому, что он здесь мягче, здесь тверже. В результате это просто изделие рано или поздно сломается или выкрашивается. И резать будет кусками. И резать будет, да, фрагментарно. Это не относится к качественному дамаску с мелким рисунком, потому что сам размер рисунка говорит о том, что проковка проведена многократно, а следовательно, структуры максимально равномерно, ну, в том случае. Настолько равномерно, насколько это возможно в случае с традиционным дамаском. Какой еще критерий у нас будет? Ну, есть мнение, что при изготовлении дамасков велика вероятность дефекта кузнечной шварки. Слушай, ну, это все-таки дефект, это всегда минус. Ну, в случае пакета все-таки он более вероятен. Конечно, по сравнению с мурнонсталем более вероятен, это, безусловно, будет минусом. Но, опять же, оговоримся, что современное производство массовое, по крайней мере, да, то есть поджимаем под собой какое-то оборудование. Линию ОТК, где есть контроль качества изготовленных изделий, их проверяют и получить шанс, так называемый, ну, один из дефектов. Который мы можем встретить на дамаске, это не провар. Когда у вас слои просто между собой не схватились, и мы видим четкую картину. Когда вам поверхностно, это не страшно. Иногда даже добавляет какой-то фишки в рисунок. А вот если он где-то в центре, то ножик может лопать. Да, но, опять же, давайте оговоримся, современные методы производства, если мы особо говорим о массовом производстве, современном, такую историю фактически включают по ряду причин. Во-первых, все-таки повторяемость результата на промышленной линии. Да, и делается все по одной и той же схеме. Делается все по одной и той же схеме, все это максимально выверено и позволяет избежать этих косяков. Это во-первых. Во-вторых, все-таки линии отдела технического контроля на современных производствах, например, ультразвуковые. На какие пластины можно прозвонить, как те самые рельсы условные, например, внутренний дефект, что тоже, в общем-то, возможность, как вероятность попадания дефектного крылья, ну, достаточно низка. Тут, опять же, хочется оговориться, что дамаски, они бывают вот разные. Покажи туда. Чирик. Ну, да. То есть, есть такой. Вот такие штуки. Китайский дамаск тоже бывает разный. Кстати, есть дамаск на Алиэкспресс, который сам по себе просто рисунок. Но такое, к сожалению, тоже часто встречается. И вы видите, что дамаск для 500 рублей – это уже не дамаск, а травление, скорее всего. Ну, любой дамаск. Любой дамаск и клинок травлен, так или иначе. Да. То есть, вот у Северс был Северик, вот Фелл Спарад с ИДЖРБ, прекрасный совершенно, с значительным таким, совершенно сложным рисунком, надо сказать. Ну, это как раз к моменту уже программированного рисунка, да. То есть, добавлены вот эти точки. Прутки были, причем это торцевой дамаск, насколько я понимаю, потому что пруток раскован в эту сторону. Сережа говорит о методах ковки, которые в итоге дают какой-то определенный рисунок. В свое время, по-моему, этот рисунок назывался «Капли дождя», если бы это не изменилось. Хотя, смотри, с этой стороны у него снежинки, а здесь капельки. Довольно-таки интересный гибрид получился. И, что касается относительно, я вам смотри, вот это вот дамаск, тем не менее, нож достаточно бюджетный, тревиза. Ну, тревиза, да, делают бюджетный дамаск, но здесь и по рисунку не так много слоев, насколько я вижу. Не обкладывать ли это? Насколько я вижу, нет. Здесь нет центрального слоя, они все мелкие. Здесь прямо видно. Да, похоже, что... Да, это дамаск. Прям дамаск, дамаск, честно. Ну, к вопросу о том, что вот, пожалуйста, бюджетная тревиза вполне себе дамаск. Может быть, не самый вычурный еще что-то, но вполне себе дамаск. И, заметьте, не ржавеющий, что характерно. И это не домостил. И это не домостил шведский. Так, потому что, ну, могут, делают интересные. Часто встречаются сейчас... Развиваются, опять же. Часто встречаются сейчас обкладки из дамаска. То есть, берется некая мы-нас-сталь. Особенно сейчас на кухонных ножах встречаются. Да, в ЭГ-10 в центре. Как они, в ЭГ-10 в центре, обкладки из дамаска. То есть, они никакой роли, кроме как эстетической в себе не несут, но эстетика есть. Явные минусы мы обсудили. Нет, подожди. Это все какие-то, знаешь, такие минусы, которые вроде как и не минусы, а просто нюансы. Слушай, ну, в целом, дамаск-то имеет место быть как минимум. Как элемент художественного представления о ножах. То есть, чисто по красоте. То есть, есть такой момент, когда... Ну, вот в данном случае у нас с тобой кухонный нож. Решет Кузнец по дизайну Матвеева. Это авторский дамаск. Исключительная красота. И сложно программируемый как раз рисунок. То есть, то, что здесь получилось, это было задано изначально мастером. И здесь как раз есть момент сковки двух элементов. То есть, крупный дамаск и отдельно наваренные лезвия. Его прямо видно четкую грань. Данный вариант, помимо рабочего, инструмент представляет собой все-таки эстетическую направляющую. Когда рисунок просто радует. Соответственно, минусом считать это я не вижу смысла. Но сложность готовления накладывает оттенок на цену. В итоге, да, на итоговой цене сказывается. Тут какая штука. Допустим, что интересно. Если брать, допустим, каких-то производителей вроде Матвеева. Я думаю, если мы зададим им вопрос, а из чего делаете, они ответят. Скажут. Да. Вот это, вот это. Зарубежный производитель. А вот тут начинается у нас. Вот, допустим, от Северии добиться ответа из чего? Из каких исходных материалов сделанных дамаск? Можно. А от некоторых нельзя. Ну да, отсылали запросы, не говорят, что в пакете. То есть, теоретически, нож стоит достаточно дорого. Нож стоит условный, 10-15 тысяч. Соответственно, вы ожидаете, что и материалы исходные достаточно дорогие. Но на выходе может оказаться, что там какие-то совершенно дешевенькие столёги. То есть, рисунок-то есть, а качество фу, не слушаю. А с другой стороны, какой-то дорогой стали можно говорить, когда мы про чермет фактически говорим. Ну, и же, сейчас даже на основе порошков умудриваются дамаски делать. Да, делают. Хотя, само по себе это, ну, очень странно. Но общепринятые, это, ну, касаемо российских мастеров ХВГ, 8, ШХ-15. Ну, любые углеродки доступные, по большому счёту. Относительно недорогие, опять же. Самые бюджетные, что можно придумать на орудии. Либо отдельной версии, у нас нет такой модели, но есть ещё цыганские дамаски. Которые, по факту, не то, чтобы совсем дамаски. Не совсем дамаски. Ну, как? Идея-то похожа, то есть, две пластины, только пересыпаются они не специальным сварочным флюсом, а крошёным чугуном. И, фактически, взяв пластинки из стали 3, самые мягкие, которые нам на болты и дешмански идут, мы получаем нож, который может резать. Почему он цыганским дамаском и называется? То есть, рисунок есть, вроде бы как бы есть углерод, но режет он недолго. Хотя, если заморочиться, можно и сделать хорошее, но нож, опять же, из цыганского дамаска хорошо сделан будет. Мне, например, нравится тот факт, что изначально дамаск ассоциируется чётко с... Городом Дамаска. Я не к этому, я к тому, что ассоциируется чётко с фиксированными ножами большими. Чаще всего, да. Это сейчас, пожалуйста. Последнее время, что российские производители, да. Ну, не знаю, у меня к Дамаску такое отношение всё-таки. Как к углеродке, я воспринимаю, как просто углеродистый клинок, да, сложный. Кто-то считает, что это легенда, и может, он режет лучше, чем он и стали. Может, на уровне резать, да, согласен. Но те же порошки в любом случае выиграют по коррозионной стойкости и удержанию реза. То есть, ну, никак мы здесь не сделаем такого прям. А вот подарочный элемент, презент, грубо говоря, да, красивый полочник. Презент в пользовании человеку. Почему бы и нет? Кому-то, помимо того, что он в работе, нравится, когда есть какая-то необычность. Для этого делают травление, рисунки зверей, медведей и прочего. А здесь вот необычный изготовленный клинок. В той или иной степени в Дамаск вкладывается больше труда, чем в любую монасталь. Там вы запустили прокат, получили лист, отфрезеровали и всё. Здесь даже при заводском изготовлении надо заморозить, сложить пакет, загнать его в расковку, правильно расковать, получить конечный результат. То есть, внимание уделяется больше, и это немного греет душу всё-таки. Ну, это, блин, это просто красиво. Это труд мастера, который создаёт этот сложный пакет, предсказуемый рисунок, в результате получается. Блин, произведение искусства, это не ремесленник, это художник в полном смысле. В большей степени здесь уже включается художественная основа. Собственно, да, это стоит денег, но это стоит денег. Потому что, блин, в это вложено много труда, мысли человеческой и всего остального. Всё то, что, собственно, вещам такого плана ценностей придаёт. Знаешь, некоторые у нас же любят, начали мы с того, что закалка такая-то высокая, такая-то высокая. На самом деле, на дамаске установить доподлинно, я не говорю про дорогие такие вещи, я говорю про рядовой какой-то дамаск. Хотя, на самом деле, здесь тоже. Установить доподлинно закалку... Но погрешить всё даже в две единицы сложновато. Ну, потому что, грубо говоря, мы твердометром тыкнем в 10 разных мест одного и того же ножа и получим, например, 10 разных цифр. Ну, 3-4 показания, всё равно придётся высчитывать середину. Если касаемо обычных ножей, у нас там две единицы, то есть 56-58, 50-57 идёт, то здесь где-то единица, 34, скорее всего, будет разброс. Может, мы не правы. И производители там нас поправят, либо особые знатоки дамаска, которые мерили и проверяли. И у них получится более точно. Если у нас корзит распоряжение неравномерно, здесь чуть мягче, здесь чуть твёрже. Это неизбежно. Ну, да, потому что у нас марки стали разные. Температурный режим для них должен быть разный, а закаливается нож под один режим. В одном режиме, соответственно, результат всё равно будет для разных исходных сталей разный. Больше и меньшее зерно, однородность, кристаллизация. Ну, это тоже недостаточно, по большому счёту, опять же, гоняться, как тяжёлок, до доли единиц, выясняя твёрдость. А какая разница? Если мы выяснили, что он прекрасно режет, ну, словно, к 56 единицах... Да. Гнать в 65... Это даже не перфекционизм, простите, это сотрудство. Это маркетинг, на мой взгляд. Поэтому, да, дамаски высокотвёрдые, я в них всё-таки не верил. Я неоднократно натыкался немножко на другое, что... Ну, а так, исторически, да. То есть, дамаски – это всё-таки компенсация в той или иной степени отсутствия нормальной стали, попытка сделать что-то удобоваримое. Позже это украшение, даже когда, ну, появились моностали, клинки из дамаска стали наградными. Где-то и необходимость, ну, соответственно, мы уже неоднократно говорили, допустим, там, оружейные стволы до 19 века, а соблюдение ствол... А что здесь ствол? Делались из дамаска не потому, что дорого-богато, а потому, что технологически было удобнее. А из обрезков делали ножи. Не сомневаюсь. А почему нет? Ну, тем не менее, ладно. Это вопрос быстрее. Ладно, друзья, вот мы так вот кратинечко поговорили про дамаск. Я, честно говоря, все обозначенные минусы, особенно минусы мини-мирую. Я повторяюсь, я настаиваю на том, что это нюансы какие-то. Нюансы, да, основанные на производстве, особенностях изготовления и прочего. То есть, ну, каким-то диким минусом я, когда человек, который уже с ножами довольно-таки давно общается, сильно минусами-то и не вижу. Но вот для широкой массы, наверное, кто не привык ухаживать за ножами, как-то уделять им больше внимания, чем они считают нужным, может, возникнуть проблемы тут. Скорее всего, ржавление. Не будет ржаветь. С этим нет. Эти ржаветь не будут. Нет, если взять там красивый нож из традиционного дамаска, даже учитывая, что рисуем тот самый мелкий, все с ним хорошо в плане распределения карбидов, ну, блин, ребята, от этого не перестает быть высокоуглеродистой стали и ржавеет просто от контакта с воздухом, не говоря о воде. Есть очень талантливые люди, которые ухитряются за ржавить и нержавеющую дамаску. Наверное, они. А так, технологии нерждамаска и в России тоже давно появились. У нас же производится ZDI. Злоденок, собственно, он и есть в нескольких марках. Он позиционируется как атмосферно-стойкий. Да, но замачивать все равно любой нож не стоит. Это по определению. М390 замоченный в воде рано или поздно тоже заржавеет. Вот и слова. Ладненько. Ждем вашего мнения в комментариях по поводу дамасков вообще и нашего мнения в частности. Делитесь мнением в комментариях. Будем рады. Не кидайтесь сильно тапками все-таки. Не кидайтесь, но не в голову хотя бы. На этой оптимистической ныне традиционно говорим вам легкого реза. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok